Продолжение следует... Заря разума занималась 20 миллионов лет назад на африканских деревьях, среди любителей фруктов. Их назвали проконсулами. Они резвились в кронах, подальше от опасности земли. Они ели фрукты и листья. Разные виды были размером от мартышки до гориллы. Их мало заботило то, что происходит внизу. По ветвям проконсулы бегали на четвереньках и мало отличались от современных макак. Их руки и ноги были равной длины. При ходьбе они опирались на полную ладонь, а не на согнутые пальцы. В Восточной Африке найдено не так мало останков проконсулов. Их череп был примитивен. Мозг был невелик и довольно просто устроен. Но морда и клыки были сравнительно малы, что выдает миролюбивость, одну из главных черт, ставших залогом разума. Но 10 миллионов лет назад похолодание проредило африканские джунгли. Уже невозможно было перебираться с дерева на дерево по ветвям. Вынужденные спускаться на землю, потомки проконсулов, ардипитеки, начали вставать на две ноги. Их стопы еще были хватательными, но обрели своды, необходимые для прямохождения. Найден почти полный скелет ардипитека, прозванный Арди. Благодаря ему мы знаем, что эти существа были способны ходить на двух ногах, хотя еще не так уверенно, как мы. Руки ардипитека были до колен. Кисть сочетает признаки обезьяны человека поровну. Первые шаги по земле были сделаны, чтобы залезть на следующее дерево. Ардипитеки не хотели покидать привычные кроны. Это был их главный дом. Ардипитеки – истинно промежуточное звено между обезьяной и человеком. Все черты Арди зависают между совсем обезьянами и совсем человеческими. Но жизнь диктовала свое. Деревьев становилось все меньше. Африка покрывалась бескрайними саваннами. Четыре миллиона лет назад по саваннам зашагали новые существа – грацильные австралопитеки. Они были прекрасно приспособлены к новому дому. Их двуногая походка уже почти не отличалась от нашей. Они собирали и ели все. Были способны пройти многие километры. Они были сплоченные и могли дать отпор любой опасности. А еще они были любопытны. Их череп все еще был обезьянем. Выступающая морда, покатаем лоб. С первого взгляда трудно уловить наши черты. Но голова держалась на прямой шее. Их клыки уменьшились, а мозг вырос. Три миллиона лет назад афарские австралопитеки Восточной Африки превратились в первых людей. Два с половиной миллиона лет назад наши предки преодолели мозговой рубикон. Вес мозга 700 грамм. Первый представитель нашего рода – Хомо Хабелес, человек умелый. Он назван так неспроста. Люди умелые первыми стали изготавливать каменные орудия труда. Пусть это были примитивные чопперы, сделанные из гальки несколькими ударами. Но это были настоящие орудия. Ими можно было резать мясо, строгать дерево, обороняться от хищников и убивать добычу. Человек стал вооружен. Люди окончательно простились с древесным прошлым. Равнины манили вперед. Не с тех ли пор у нас в крови любовь к открытиям и приключениям. Мир был опасен, но разум позволял преодолевать трудности. Не сила и агрессия, а ум. Вот что стало опорой первых людей. Череп человека умелого внешне еще очень похож на череп австралопитека. Но мозг достиг размера 600-800 грамм. В полтора раза больше, чем у австралопитеков. Лицо же прогрессивно уменьшалось. Примерно полтора миллиона лет назад появился новый вид — хомоэргастер, человек работающий. Эти люди стали грозой африканской саванны. Копья и каменные орудия — такого еще не видела планета. Даже самые могучие животные больше не были в безопасности. Люди стали охотниками. В Восточной Африке найдены скелеты антилоп и даже слонов, окруженные каменными орудиями. Кости животных со следами разделки — зримое свидетельство новой ступени нашей эволюции. Возможно, в это же время люди впервые познакомились с огнем, хотя свидетельства этого редки и ненадежны. В Восточной Африке сохранилось немало останков первых людей. Они окончательно избавились от обезьяньевого наследия в черепе, хотя их челюсти были еще велики, а мозг был вдвое меньше нашего. Они имели полностью современные росты сложения. Их тело ниже головы почти не отличалось от нашего. Они расселились по всей Африке и впервые покинули ее пределы. Людям оставалось сделать последний шаг — заселить всю планету. И люди сделали это. Просторы планеты покорились новым хозяевам. Но не сразу. Планета встретила людей не очень дружелюбно. Не стоит недооценивать природу. Во все времена жизнь была непростой. Останки людей со следами зубов хищников тому свидетельство. Но именно трудности создали и развивали разум. Человек Гейдельбергский — первый из древних людей, чей мозг достиг современного размера. Хотя лица их были еще первобытны, свет разума в их глазах засветил с новой силой. Они начали строить жилища, хоронить умерших, творить пусть и самые простые, но первые образцы искусства. Человек прошел длинный и сложный путь эволюции. Каким будет будущее? Разум делает нас ответственными за себя. Теперь все зависит только от нас. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok